вообще не игры но от меня 10 из 10 от всей души и по и на кончках пальцев майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакцией на видео с канала каргас называется но apple аркейд худшая игровая подписка и с этими на самом деле согласен на процентов 90 понятно тысячелетиями владельцы айфона знали одну единую истину если веб-стор нажать на кнопочку обновить приложение ты можешь обновить свои приложения жду но все изменилось с тех пор как 2019 тим кук заявил что все у кого iphone и теперь не только альтернативные натуралы и геймеры давай сегодня конечно геймингом с тобой свою игровую подписку apple аркей вместо кнопки обновить приложение те кто верит налетай те кто жадный угол а там же все просто нажимаешь на иконку своего профиля и там внизу теперь висит подумаешь теперь чтобы что-то обновить нужно всего лишь отдельно заходить в раздел покупки нажать на иконку конкретного приложения и смотреть нет что за ложь так каргас вызывайте на iphone battle потому что это все делается вот так вот даже покажу заходите просто вот apple store нажимаете на свою иконку вот она да вот моя иконочка вот нажимая на нее или ставите вниз и то есть клубка обновить все вот обновить все или обновить приложение которые вот просится обновиться так давай один на один выходить на apple battle на самом деле просто ну это же реально не так просто в нем обновление сложно или надеется что ваш iphone сам решит обновить приложение или не обновлять практически всегда не обновлять зато вон какая подписка крутая с двести четырьмя играми на старте за 5 баксов месяц да весь прикольные игры очень хорошие рейс apple с пониманием в 2019-ом для них это была первая подобная подписка и они уже тогда обещали что через год игр станет намного больше целых сто но заплатить все равно должны были как за полноценную подписку и по сей день в обновлять новые игры игры в месяц естественно за такую щедрость приходится платить например исчезновением пятнадцати игр из вашей библиотеки это без за один месяц просто но не перешли до компания то что них или почему-то пользуайте спустя три года после старта подписки apple официально выпустили документ что делать если ваша игра внезапно исчезла претензии поняты и приняты а теперь остается вопрос когда вообще вы а я только что поняли что субтитры не смотрел но смотрел смотрел окей по словам самих apple каждую пятницу но не каждую пятницу иногда в пятницу может ничего не выйти и в следующую может ничего не выйти иногда игры выходят не в пятницу но иногда в пятницу может выйти сразу несколько игр но в среднем настоящие игры выходят каждые две-три недели так когда же выходят новые игры в подписке сама же подписка основана на железных принципах apple прикинусь ка я что мне нужно работать в мире где фактически каждая мобильная игра это недоделанная постоянными обновлениями игр от apple немного особенные это такие же недоделанные но без обновлений как и все остальные да без обновлений это огромнейшая проблема не обновляется крайне редко и это очень печально печально потому что плане то что некоторые игры даже не запускаются тому это абсолютно нормально что почему у меня есть apple arcade я объясню эту позицию у меня есть просто подписка apple one я пользуюсь большинством сервисов ну и мне было удобнее дешевле на самом деле просто взять общую подписку чем платить за каждую отдельно лично для меня не осуждайте меня у меня еще семейная я всех подключу к одной подписке у меня подписки 5 человек или 4 включая меня я не помню короче 5 или 4 человека вместе со мной и мне как бы это выгодно там все могут музыку слушать мне удобно с каждым новым аэс или айфоном какие-то игры не работают ведь apple лучше знают какие игры вам нужны без меня не играть но если вам вдруг понравилась хотя бы одна игра из apple arcade вам придется оформить подписку ведь все что по попадает в apple arcade больше нельзя купить отдельно даже кроссворд ультимейт даже королевские шашки плюс как плебею играть бомжатские бесплатные 500 игр про шашки но вот реклама на самом деле гугл пейпас он почему мне кажется его так сделали потому что реально в андроиде очень легкий очень легко спиратить игру да хотя там лучше подписка объективно и на игровая подписка там лучше но я не знаю короче мне сложно сейчас обсуждать в свое время у айфона было больше игр которых не было андроида сейчас у андроида и знаете они вот так вот меняются и то знаешь что будет завтра послезавтра обе игровые платформы мне не нравится игра не на айфоне практически никогда не на андроиде никогда особо не играл нет времени на телефонах я лучше на свече поиграю про мужскую дружбу где нужно думать и чтоб темная фэнтези было автор покушает это одобряемо а вот в играх из apple arcade вам не нужно кого-то догонять вы и так сможете побеждать в каждой мультиплеерной игре ведь если вы купили подписку с мертвыми мультиплеерными играми вы уже победители не которые просто не работают а некоторые вообще не игры но от меня 10 из 10 от всей души и по его на кочках пальцев таких вот настоящих игру них набралось целых 200 но не переживайте вероятность найти хорошую игру в этом списке крайне мало ну куда уж не игровому журналисту из подземного интернета решать какие игры давайте узнаем мнение у экспертов какие игры действительно стоит поиграть когда в этой подписке их слишком много в парке слишком много игр 3 вряд и это за вылет забавно на один раз за двоих поиграть и нет насчет одного вы можете точно не переживать и это качество игр и ведь apple абсолютно везде заявляют что лично следят за качеством каждого проекта кстати я какой паркат немножко поиграл самым ну парочку игр там бывает на эти поездки не взял что-то или что-то разрядилось можно занять себе время у меня всегда скачано там 5-6 игр на телефоне даже надо больше мне памяти много надо вообще по удалять их и бывает что игра и в принципе apple аркай аркейд аркад неважно особо претензий нет в плане игр мне нравится что нет рекламы и принципе мне нужен онлайн если там нет онлайновых функций там вообще не нужен то есть интернет она не просит в этом плане мне плюс они эти все игры требующие интернет что в apple аркейд рядом с невинным пазлом про кролика даже эти крикеры просто обычные и 4 казино для детей возрастом 4 лет и старше это гадочные игры это нормально зато успешно подсядет на азартные игры чем азарт стабильно финансировать apple скромными двенадцатью миллиардами в год я раньше думал мне кажется а тут вообще но для справедливости чтобы какая нибудь игра попала в подписку она должна пройти суровую проверку apple на оригинальность оригинально правдеподобно я в это верю и изучая игры в аркейд каждый геймер узнает для себя много нового оказывается некие angry birds и fruit ninja это эксклюзивы apple не имеющий аналогов я просто чтобы вы могли удобнее ориентироваться во всем этом огромном списке apple распределили все игры по категориям вот например категория ремастеров с приставкой плюс это точно такие же бесплатные жетпак прикольная игра я свое время позависал не это неплохо что есть игры в подписке который как бы может быть есть бесплатно бесплатно опять же там есть донат там есть реклама это немножко портит впечатление они по-другому играются на самом деле если в игре убрать донат и отвязать донатную систему некоторые игры довольно веселые вот типа тот же sonic dash плюс я уверен что намного веселее чем играть в обычный sonic dash с рекламой летней давности с андроида но с вырезанной рекламой и донатом а вот только apple скромничают и показывают только 15 ремастеров на самом деле их немного больше а себе вообще стоит отдать должное тем кто составлял эти подборки задача у них сложная если человечек бежит по прямой линии принципе это можно назвать гонкой я никогда не ошибаюсь а покер отличная семейная игра стоплю душу своей матери семейно семейно зачем купили 14 айфон который мощнее 13 на целых восемь процентов apple дает на этот ответ самыми лучшими проектами app store там в прошке только новый возможно не у всех них самые лучшие оценки но сделаны все эти игры точно с душой правда хотелось бы чтобы игры были сделаны кстати вот а игра с котиком то и вряд ли неплохая игра но объективно неплохая ну типа как казуалочка вполне себе у меня мама подобно любит играть и вот эта игра одна из самых лучших но там не три вряд ли там типа блоки рядом да я дед мне 25 лет что от меня хотите иногда я играю вот эту штуку но без рекламы зато вообще я больше играю на компе и на свитч и на playstation знаете сану не нравится пример разработчиками они школьниками 66-летними актерами пуск 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 ну тут нема тут внизу две на нему кнопки но тут написано меню чтобы понять что из себя представляет сейчас достаточно просто посмотреть на последние релизы в одном мы же баскетболиста во втором говит с белыми футболистами и это два разных месяца чтобы хорошему вы действительно все мною поставлены в позу рака правда иногда apple все-таки решает расщедрится просто так от души дает всем пассианс косынку за 5 баксов в месяц а ладно солитер класс класс но хороших игр в этой подписке действительно много потратив три дня практически без сна и отдыха и я могу уверенно сказать что их 68 из 207 а вот только несколько маленьких но одна четвертая не так плохо большинство игр это инди в который никто не будет играть потому что в обеих подписках достаточно много полноценных проектов 68 игр в apple arcade это нечто что физически можно назвать играми даже если одну и ту же игру раздают три года подряд что даже если эта игра моем перерождение в меч только без лоли девочки кошечки были ли вы сможете бесплатно в дороге поиграть в кастрированный sonic racing 2010 года целых четыре лего игры ноль из которых полноценных восьмой асфальт в мире до с 9 ну да кстати вот это странно реймон прикольный реймон прикольно ой playstation vita как же я хочу купить чисто для игр на пи в игр пи спишных пи спишка в нем очень устаревший экран будем честными там реально устаревший экран у меня есть пи спишка вот playstation vita было прикольно для коллекции взломать ее за банку пива и добавить 128 гигабайт благодаря ловким пальцем и цыганским фокусом а после стать сверхчеловеком запустить на ней доту 2 не требуется обзор 60 тысяч лайков одобряем и будьте такими покупайте айфон за сколько всех этих прекрасных игр есть очень опасный конкурент магазин apple store в основном игры с кричащими иконками покажите ярость покажите крик практически у каждой игры из apple arcade можно найти бесплатный аналог только лучше иногда тех же разработчиков правда все равно стоимость и играть всегда лучше хорн 2 вместо уже четырех геншин импактов задумайтесь кому вы будете больше доверять спасибо не хочу в геншин играть я ничего против не имею вместе строить геншин но и самому играть геншин поигрался наигрался переднему индусу переодетого в лолю из геншина или типичному игроку в ошен хорн 2 есть полноценные качественные платные игры икс ком цивилизация и все эти игры объединяет кое-что общее ни одной из них нет в apple arcade и кажется я знаю почему этих игр нет и у google play pass зато на андроидной подписке есть кое-что куда более важное обе части как достать заседа это одобряема террария стар дюваль и финал фэнтези о ничоси дэдселс не ну слушайте это очень неплохо очень неплохо для подписки я же говорю подписка сейчас в этом намного интереснее и другие игры которых хотя бы кто-то слышал в отличие от эксклюзива apple бывают конечно и странные игры у меня встал очень странный вопрос она бесплатная каждый месяц на новом аккаунте и за эти деньги вы получаете целых 800 чего-то достаточно сложно понять по какому принципу google каждый месяц что-то добавляет свою под ну да но есть вероятность что если вы случайно нажмете не на то пользовательское соглашение вас тоже могут добавить play pass и сравнивать на эти подписки видно что над apple аркейд хотя бы немного старались практически во всех играх есть русский язык поддерживаются геймпады отсутствует реклама и донат а большинство игр работают на всех устройствах apple еще и офлайн да и саму подписку но вот это реально плюс это нужно разделить до пяти членов семьи вова это вообще в общем семейная подписка это класс обожаю и если заплатить за это отдельно правда гугла вы можете добавить они доктору это не стоит я членов семьи бесплатно даже если у них нет и пока sony вкладывать миллиарды playstation плюс а microsoft тратит на геймпас бюджет евросоюза инвестирую деньги в свою подписку целых 500 миллионов из девяносто четырех миллиардов заработанных за один год но пусть фанаты apple не беспокоятся о будущем аркейд и своих деньгах если microsoft и sony хотят завоевать весь мир в apple планы еще более грандиозные каким-то образом удержать те кто случайно забыл отменить продление бесплатной подписки потому что я умный хороший ролик видео я даже иногда сам начинаю верить в этим каргас красавчик нравится него видосы они из темные ну вот момент с обновить ты конечно каргас ты это да это да немножко да вот это да короче приходите подписывайтесь на канал каргас обязательно подписывайтесь на мой канал не было очень приятно спасибо большое и всем удачки всем пока пока